Для интервальных шкал и вовсе применимы все без изъятия. Меры средней тенденции, то есть мода, медиана, средне-техническая, и меры разброса, то есть антропийный коэффициент вариации. Мы его не применяли, хотя могли бы применить. В общем-то, точно так же, как мы применили его для лихотомической шкалы. Квартирный разброс и стандартное отлонение или дисперсия. Все они применимы к интервальной шкале. В данном же шкале хорошо работает такая процедура описательной статистики, как Explore. Если нас интересует сама по себе интервальная переменная, без разбиения ее на какие-то группы по другой переменной, то мы просто помещаем эту переменную в Dependent List. По умолчанию мы получим BoxPlot, то есть это диаграмма, на которой отображены медиана. медиана, третий квартель, первый квартель, минимум и максимум. Так же, если бы у нас были выбросы или аутлайеры, они были бы звездочками обозначены. Вот две картинки, очень похожие для обеих подвыборок. Так же, по умолчанию, эта процедура выдает целый набор характеристик, как раз подходящих только для интервальных переменных. Средняя, интервальная оценка среднего, то есть мы делали интервальную оценку долей. Здесь же есть возможность посмотреть на интервальную оценку для средних. То есть в нашей генеральной совокупности мат ожидания находится вот в этом диапазоне. Здесь же медиана, дисперсия, стандартное отклонение и так далее. Все это выдается по умолчанию, отменить это, собственно, нельзя. Если мы решим настроить выдачу, то мы можем добавить еще ряд показателей. И одним из наиболее полезных является показатель нормальности нашего распределения. Вот добавилась таблица, в которой мы можем по Калмогорову, Смирнову и Шапиро Вилку оценить, соответствует ли наше распределение нормальному. Нулевая гипотеза, что да, соответствует. Соответственно, отклонение нулевой гипотезы на уровне значимости, в общем-то, любому 5, 95% и 99% говорит о том, что у нас ненормальное распределение. Но это закономерно, поскольку речь идет в данном случае о возрасте. И возраст редко, почти никогда не подчиняется нормальному распределению, в отличие от очень многих других признаков. Если продолжать тему графического представления, тему описательной статистики, то есть одномерных частотных распределений для ранговых и номинальных шкал, то подходящие варианты мы имеем в ряде опций кнопки Frequencies. Здесь мы можем выбрать просто столбиковую диаграмму, или гистограмму. Причем, опять же, можем запросить линию нормального распределения, хотя для ранговой перемены нормальное распределение не актуально. Но линия будет выглядеть вот так. Так, если бы у нас был признак, измеренный по интервальной шкале, и эти значения действительно отображали бы в данном случае равные интервалы, то можно было бы сравнивать с нормальным распределением, и оно в данном случае выглядело бы вот так. Наконец, круговая диаграмма. В общем-то, опять же, как ни крути, обе подвыборки очень похожи, беря любую пару диаграмм. Субтитры сделал DimaTorzok